Хей ребят, всем привет, с вами я Майк Веном и это канал Пиксель. Внимание, говорю сразу, что этот ролик будет скучно, потому что то, что сегодня у нас на обзоре в посылках будет, я просто не знаю, как это комментировать так, чтобы вам было интересно, и чтобы этот видеоролик растянулся как-то на хотя бы минут 7-8. Ну, а сегодня у нас в ролике будут сразу три посылки. Многие спросят, почему три? Да потому что в них у всех походу один и тот же товар. Ну, в смысле, все они на один и тот же лад. Давайте сразу все откроем и достанем. Ребят, небольшой фейл в этой посылочке, кое-что другое, поэтому я оставлю ее на следующий обзор. Сейчас я ее уберу и вернусь. Итак, ребят, я здесь, на самом деле у нас тут будут только вот эти две посылки, кстати, в них больше ничего нету. Странно, такие большие посылки, а товары такие маленькие. Да, если вы уже заметили, то сегодня у нас будут лего-человечки. Это Гарри Поттер и Дэдпул. Почему именно они? Да потому что их сложнее всего достать было. И я решил их просто заказать с сайта Алиэкспресс. Плевать на то, что они китайские, главное, у меня они будут в коллекции. Давайте их раскроем и посмотрим на них. Итак, вот у нас две кучки. Давайте я поставлю ускоренную перемотку и соберу все эти детальки. Итак, ребят, вот наш лего-дэдпул. Да, китайский, но вроде выглядит он классно и даже очень классно. Единственный минус тут, где было... А, вот здесь немножко пошкаряб... Блин, мне неудобно одной рукой. Пошкарябан он там немножко под руку у него. Но ничего страшного. Я думаю, руки отпустите, все будет чики-пики. И, ребят, кстати, мне едет оригинальная фигурка лего-дэдпула. Заказывал я ее из Америки. И, кстати, не для себя, а для друга в подарок на Новый год. И, может быть, я засниму реакцию и покажу, как он отреагирует на нее, конечно же. Ну, а сама мини-фигурка очень классная. У него вот такие сзади держатели, как мне... Ножны вроде или... Короче, вот эта штука для мечей. Я не знаю, как она правильно называется. Принтов куча. Несмотря на то, что он китайский, вроде китайцы хорошо постарались. Улыбочка у него... Ну, как, не улыбочка, а выражение лица у него тоже прикольное. Ну, и пистолетики у него. Итак, давайте приступим к сборке Гарри Поттера. Субтитры сделал DimaTorzok И так, ребят, вроде я собрал Гарри Поттера. Почему вроде? Да потому, что он никак не хотел собираться. Он, мало того, что вот этот плащ у него воняет, который прилип еще... Обращу внимание на то, что я говорю правду. Прилип, вот, осталось. К подставке. Так, он еще никак не хотел собираться. У него вот... И в Дэдпул, и у Дэдпула, и у Гарри Поттера было по три руки. Ну, одна за это сна, я это уже понял. И вот эта вот рука, это ту, которую я изначально вставил, она никак не хотела нормально всовываться. И мне пришлось ее кое-как вытащить и вставить в другую руку. И вроде теперь все нормально. Так, фигурка неплохая. Здесь он в своем свитере. Это, по-моему... Да не по-моему, это и есть костюм его для игры в Квидич. Кстати, я только что посмотрел, и на сайте Алиэкспресс больше нет этого продавца, который подает эту фигурку. Ну, именно тот продавец, которого я заказывал. Так что в описании будет ссылка на Дэдпула и на другого продавца, у которого будет точно такая же мини-фигурка Гарри Поттера. Так, давайте пробежимся по нему быстро. Вот это шляп... Ну, не шляпа, а волосы у него нормально держатся. Вот здесь у него есть шрам. Ну, вроде лицо узнаваемое у него. Герб Гриффиндора. Плащ вроде не очень приятный на ощупь. У Бэтмена из Лего-набора. В погоне на мотоциклах было намного приятнее. Метла. И мне зачем-то положили... Сейчас покажу. Вот эту палку. Но это на самом деле волшебная палочка. Ну, китайская волшебная палочка. Но ее не было в описании, поэтому я даже не знаю, зачем она мне. Буду ее использовать как указку, когда буду делать обзоры на Лего-мини-фигурки. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Майк Веном. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк. Ну, если не понравилось, то я вас пойму, потому что это видео было довольно-таки скучно. Даже мне было скучно его снимать. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А всем удачи, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Так, стоп-стоп, я знаю, как разбавить это видео. Друг, если ты смотришь этот момент, то знаю, ты красавчик и не выключай видео после того, как увидел эту заставку прощания. После того момента, как я снял видео про кубики Лего первую часть, мне пришла посылка, и я не стал выкладывать. И ждал, пока я приеду за этой посылкой. Так что, чтобы не разделять видео на две части, я сниму просто одно большое видео. И заодно посмотрю, какая публика на моем канале. Смотрят ли они мои видео до конца. Давайте раскроем эту посылку. В общем, ребят, вот две фигурки. Это, опять-таки, Дэдпул. Кстати, по-моему... Нет, другой немножко. Другой Дэдпул с другим выражением лица. И... Харли Квинн из фильма Отряда самоубийц. Давайте же раскроем и начнем. В общем, ребят... Кстати, я не знаю, кто будет смотреть на эти кучки Лего фигурок, но ладно. Этот продавец мне понравился больше, чем предыдущий, так как здесь у персонажей по два выражения лица, а у Дэдпула даже есть вторая голова. Ну, то есть, получается, он тоже как бы два выражения лица. Это там, где он в маске. И там, где у него лицо, то есть, без маски. Это очень круто. Ну, давайте тогда и начнем с Дэдпула. Дэдпула. В общем, ребят, это и вправду Лего Дэдпул. Кстати, сразу извиняюсь, у меня почему-то не работает освещение мое. Вот так вот он выглядит. Я сразу прилепил лицо без маски. Также у него тут есть ножны для катан его. Ну, а так, в принципе, фигурка нормальная, только вот эта ладонь... Ну, в смысле, кисть у него крутится, а вот эта рука плохо держится. А так, в принципе, все нормально. И вот его маска. То есть, вот так вот она... Ну, думаю, все понятно. Снимается вот эта голова, одевается эта. Давайте приступим уже к Харли Квинн. Кстати, а так можно будет? О, это Дэдпул Мутант. Все, переходим к Харли. Ну, что ж, ребят, вот наша Лего Харли Квинн. Выполнена она очень круто. Кстати, все детали на этот раз очень хорошо держатся. Нету... Кстати, нет от них никаких запахов. Никакого запаха. У нее тут в руках револьвер и дубинка. На этом лице она вот так вот ехидно улыбается. А на сзади, я не буду сейчас переворачивать, просто вам покажу. У нее вот такая там... Она надывает пузырь из жвачки. Это очень круто, но я заметил одно. Почему-то бита Харли Квинн очень сильно похожа на волшебную палочку Гарри Поттер. Сейчас я вам покажу даже. Смотрите, ну прям копия. Только палочки немножко подлиннее и потемнее. Ну да ладно, не важно. Все равно я этими приборами не пользуюсь. Мне важны сами Лего мини-фигурки. Кстати, у нее тут дырка в волосах. Наверное, это сделал Дэдпул, пока не ехали. В общем, ребят, на этом уже точно все. Мне должна прийти еще одна посылка с оригинальным Дэдпулом. Кстати, камера. Но ее показывать вам не буду, к сожалению, потому что это я заказал для подарка. И даже реакцию друга тоже хотел снять, но ее тоже не будет по особым причинам. Ну что ж, если вы такой терпеливый зритель досмотрели уже до этого конца, до настоящего, то прошу вас, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ребят, черт возьми, вы посмотрели это на скучнейшее видео. Так что, просто всем пока.